В этом году правительство анонсировало начало масштабнейшего ремонта дорог по всей Украине. На это выделили более 20 миллиардов гривен. Планируют отремонтировать порядка 2000 километров покрытия. В следующем году эта сумма должна удвоиться. Хотя ежегодно на ремонт дорог необходимо 60 миллиардов гривен. Об этом заявляют в Министерстве инфраструктуры. Но несмотря на увеличение финансирования, проблем все равно хватает. Например, в Черкасской области дороги в ужаснейшем состоянии. Почему трасса в селе Гельмязов так сильно напоминает лунный пейзаж? Разбирались мои коллеги. Вот так жители Гельмязова ежедневно испытывают свои автомобили и нервы на прочность. Это участок дороги Софиевка-Драбов. Ее состояние дорожники определяют как ямочность. Местные жители считают дорогой в ад. Классно. Лучше, чем везде, я думаю, да? Хай в Киеве себе, я бы таки, под парламентом зробили. Дом Людмилы Пятько как раз рядом с трассой. Она уже не один десяток лет без капитального ремонта. Время от времени ямы латали, но теперь, похоже, забыли даже об этом. В сельсовете говорят, полноценно отремонтировать дорогу не могут. Она на балансе областного автодора. Местные жители не раз засыпали выбоины строительным мусором, но пользы от этого никакой. Сельский голова показывает переписку с дорожниками. В ней только обещания. Они обещали, вы видите, что нас включат до ремонта работ в 2017 году. Нам обещания постоянно были то начаток вересня, то кинец вересень, то желтый, то погодные умовы. В службе автомобильных дорог ничего конкретного ответить не могут. Мол, в этом году потратили на ремонты более 300 миллионов гривен. И практически все пошло на трассы государственного значения. Чтобы привести дорогу в Гельмязове в порядок, нужна капитальная реконструкция. Для данной делянки дороги необходимы подсиление основы и таким образом влаштование нового шара покрытия. Мы сподевались, что будет надходение костей и увеличение нашего финансования. И сподевались все-таки выполнять первочередную ремонтную работу. Как и селянам, в облафтодоре нам тоже пообещали. Внесут участок в Гельмязове в план ремонта. Но уже на следующий год. И при условии, что финансирование увеличится. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, Андрей Кровец. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.